Доброе утро в Австрии. Как видите, меня впустили в зону Шенгена. Часов 7 прошло, мы уже дома. Успела нажарить драников и сейчас собираю детей в лагерь. А здесь уже новая веселуха. Я как получила список того, что нужно собрать, я аж обалдела. Вот столько пар обуви, это всего на 6 дней. Я уже не говорю об одежде. Одна ветровка, вторая для Захара и Игната отдельно. Термобелье, кофта на замке, шапка от жары. Не могу найти ни черную. Когда будет слишком холодно, добро пожаловать в Польшу. Резиновые сапоги, горная обувь, обычные кроссовки на смену, сандалии и кроксы. Обязательно еще рюкзаки и это далеко не все. Я только по первым пунктам прошлась. Помимо одежды обязательно нужно взять тарелки, чашки, вилки, ложки пластиковые, обычные, чтобы носить воду с собой. И также контейнеры. Я так понимаю, что они будут где-то обедать или возможно даже ужинать в горах или куда они там пойдут. Поэтому написали, что нужен контейнер. К счастью, у меня есть несколько запасных. Я не могу в это поверить, но я справилась. Я уже вообще не соображаю, кто я, где я и куда я снова собираюсь. Мы с ними будем общаться каждый день. Они не едут далеко, это всего лишь час езды от дома. Так что если вдруг что-то произойдет, мы сможем поехать забрать их. Мы никуда с Томиком не направляемся, потому что я боюсь. У Томика была идея куда-то махнуть. Говорю, ты вообще представляешь себе, вот не дай бог что. Даже если ребенок сильно начнет капризничать, если это будет слишком большой стресс для них. А мы их спрашивали, хотите ехать? Да, хотим. То есть это не в принудительном порядке. Но мало ли, знаете, мне так спокойнее, особенно учитывая наше последнее происшествие, мне хотелось бы быть на месте. Приехали сюда, здесь столько комаров, что я как-то успела призабыть о том, что они зараза кусаются. А, вот, хорошо вспомнила, нужно еще спаковать всякие там препараты от комаров. И также спальный мешок и маты. Я вам говорю, там серьезный такой список был, что и ручной нож нужен я не стала давать. Разве что для масла нужно положить с собой, чтобы просто считалось. И всякие там фонарики, которые на голову цепляются, это уже попросила Томика организовать. Я больше, знаете, по такой части. Блин, сажут меня комары, все. Я пошла быстренько что-то решать, а мы с вами увидимся уже чуть-чуть позже. Где есть, сумочка? Игнация. Игнация. Температуру измеряют обязательно. Дезинфекция вещей. Надевают ленту, чтобы было понятно, кто есть кто. Ха, ты ничего не очень доброго. Везут свои вещи. Я думаю, что... Ну вот и все, будем на телефонной связи с мальчиками. А сейчас мы с Томиком едем пообедать. Да, пообедать, не позавтракать, потому что пока доберемся до Кракова, будет уже 12 часов дня, но и с нами остается только Микуся. Всем привет еще раз. Этот влог, скорее всего, будет домашним. Я постараюсь сделать его разнообразным, чтобы было обо всем по чуть-чуть. Поэтому я надеюсь, что вам будет интересно. Я приехала домой, увидела, что на пороге так много разных посылок. Это то, что я заказывала для себя. Покажу вам те образы, которые я собираюсь носить в ближайшее время. В общем, давайте начнем распаковку, потому что там куча-куча всего. Я правда не ожидала увидеть так много подарков от Милскарты. Это российский бренд, который производит сумки из натуральной кожи. И у них находится производство в Санкт-Петербурге. И только посмотрите, какие красивые упаковки. К каждому заказу прилагается фирменный пакет, фирменная коробка. Они еще и были перевязаны такой красивой белой лентой, которую я уже успела снять. Я не могла дождаться. И также внутри сейчас покажу вам. К каждому изделию Милскарты прилагается отдельный пыльничек, который я всегда сохраняю, потому что так гораздо удобнее хранить сумки. Я уже вижу, что это белая сумочка, которую я очень хотела. Это сумка-трансформер. Сейчас все расскажу. Я хотела похожую модель из весенне-летней коллекции, но у них ограниченное количество товара. Это и хорошо, и плохо, потому что кто не успел, тот опоздал. А со второй стороны довольно редко можно встретить кого-то с такой же сумкой на улице. Значит, смотрите, сумочка состоит из трех, даже пяти частей, можно сказать. И вы можете сами комбинировать, по-разному сочетать. С одной стороны есть надпись, со второй нет. Это натуральная кожа, как я сказала. И можно добавлять еще и вот такую маленькую часть. Ее можно класть или вовнутрь, или вот так. Так, цеплять. Сейчас покажу, как это выглядит. И еще к этой сумке идет монетница. Вы можете использовать ее в качестве кошелечка и класть вот так сюда. Или же цеплять. Именно так я планирую носить, чтобы это была такая многослойная сумка. Удобный широкий ремешок и цепочка. Собираю и покажу вам полный образ. Она, правда, еще пустая внутри. Но хотелось показать вам прям сразу, потому что я очень хотела эту модель. И я надеюсь, что они все еще есть в продаже. Они представлены в трех цветах. Это белый, черный и красный. И эта беленькая подойдет мне, кстати, к осеннему гардеробу, потому что она такая универсальная. Мне нравится добавлять светлые акценты. И это вот один из вариантов, как я планирую носить эту сумочку с таким женственным платьем. Это сейчас супер модно, между прочим, супер актуально, когда сумка состоит из нескольких частей. И даже с таким романтическим образом, как видите, эта сумка выглядит очень оригинально. Мне, правда, очень-очень нравится, как такой интересный акцент. И посмотрите, можно развернуть эту сумку так, чтобы не был виден логотип. Только вы решаете, каким образом сегодня вы будете носить эту модельку. Напишите обязательно, как вам. И, как обычно, все ссылки я оставлю внизу. У меня сегодня по плану довольно много разных дел. Много нужно ходить, поэтому я сменила обувь на более удобную. Обычные белые кроссовки. Тоже романтическое платье. И получается такой некий контраст стилей. Мне кажется, что это очень свежо, очень здорово смотрится. И сумочку, как видите, я тоже немного поменяла. Платье я покупала на распродаже в Стридивариусе. К сожалению, я думаю, что его уже нет в продаже. А сумка, как видите, уже без вот этой второй части дополнительной. Можно развернуть, как вам нравится. Цепь я оставила. И оставила также монетницу. Даже не знаю, какой вариант мне нравится больше. Но сумка просто огонь. Я вам точно говорю. Сегодня я также впервые за долгое время накрасилась. Чтобы вообще понимать, какого цвета у меня лицо. Так как мы в ближайшее время собираемся на венчании. И вот глядя на себя в зеркало, сейчас в камеру, я никогда бы не подумала и не сказала бы со стороны, если бы я не знала, что часть средств на моем лице это абсолютно бюджетные какие-то находки. Например, румяна, эссенс или пудра. Кое-что я недавно покупала. Кое-что это любимые старинки, так скажем. Или новый бронзер. В другом оттенке, чем у меня был. Это тоже Эволайн. И блеск у меня Эволайн. Который лип максимайзер в оттенке 04. Очень сильно его нахваливали польские блогеры. По-моему, даже Максиночка вот как-то вложилась в меня в памяти. Это также профессиональный визажист. И она говорила, что это просто супер-пупер средство. И с карандашом пупа 04. Очень даже приятное и классное ощущение. Что-то еще. Ам. У меня на глазах тушь, которая наделала много-много шума. Это тушь от Худы. Которую многие раскритиковали. Она такая двухсторонняя. Я купила ее в Сифоре еще до того, как сделала ламинирование ресницы. Она очень даже хорошо прокрашивает их. Просто не нужно дождаться, когда высохнет уже полностью один слой. А вот накрасили один и сразу же второй. Но во всяком случае на мне это сработало. И в принципе положительные какие-то впечатления. Не знаю, просто каждому свое видимо. Но еще попользуюсь дольше. И потом уже выдам ей финальный вердикт. А вот смывается она, конечно, не очень легко. Также приехал мой мини-микро заказ для меня. И для моей любимой мамочки. Ей очень понравилось мое черное платье. Которое вообще не смотрится на вешалке. Но я знаю, что вы также приобрели его по моей рекомендации. В разных цветах. И в черном оно долго не было доступно. И мама говорит, купи мне. Я для мамы выбрала размер сейчас. Секундочку. Размер М. И сегодня же вышлю ей, как только дождусь, еще и платье из Зары, которое она присмотрела. Еще я взяла две подушки. Подушки без наволочек. В размере 50 на 50. Их у меня дома практически не оказалось. Поэтому докупила две. А большинство наволочек в размере 50 на 50. И для того, чтобы подушка была такой вот, видите, толстенькой. Чтобы она не проседала. Я в наволочку кладу сразу два вот таких вот, как они называются, наполнителя. Подушка. Для меня это просто подушка. И еще я вам показывала, что я добавила коричневый цвет. Такой карамельный, красивый, теплый и зеленый. И увидела вот эту свечу. Она волшебно пахнет. И по цвету также хорошо подходит к ковру. Во вложике я показывала вам обновленный освеженный интерьер. И очень-очень приятная, ненавязчивая свеча. Купила сразу две. Вот она вторая. Мы ее зажигали. Поэтому я знаю, о чем говорю. Мне понравилось. Ой, а ты лапочка. Пришла ко мне? Да. Так, начались раздумия, что бы мне съесть. Потому что и в кусочках мне нельзя. И типа как пюре тоже. А что-то посередине я как-то не могу определить, что бы это могло быть. И я испекла на днях такой вкусный пирог. Попозже запишу. Я думаю, еще в этом влоге успею. Сниму для вас рецепт. Он из термомикса. Но очень-очень простой. Супер простые, доступные ингредиенты. И пирог такой воздушный, очень влажный внутри. Поэтому отрежу себе кусочек. И, пожалуй, мой сегодняшний завтрак это будет кофе и пирог. Просто отлично. Поесть не получилось. Сяду, заполню документы. Напомню, что мы потеряли мой вид на жительство в Италии. Поэтому сейчас буду заполнять документы. Это просто страх божий для всех иностранцев, которые проживают в Польше. Потому что столько раз, сколько заполняла эти бумажки я, сложно даже сосчитать. И каждый раз какая-то ошибка. Что-то нужно исправлять. Слушайте, мне так плохо. Всего одна ошибка. Кстати, фотографироваться после зубного я вам не советую. Не видать мне нормальных фотографий в паспорте. Ну что ж поделать. Цвет настроения черный. Как и мое самочувствие сегодня. Это просто худший день за все лето. Такое впечатление, что всю ночь меня переезжал грузовик. Кей-богу. Это я просто начала лечить свои зубы. Какая-то катастрофа. Серьезно. Платье у меня из прошлогодней зимней коллекции Zara. Очень классное. Потому что его можно носить с разными поясами. И с кожаным надеваю. И с тем, который продавался с ним. Но сегодня решила вот так. Есть небольшой разрез. И мои самые любимые удобные шлепанцы из H&M. Которые я, наверное, сношу в этом году. Потому что я надеваю их совсем. Но, пожалуй, самое интересное. Это сумка. Это тоже милскарта. И посмотрите, какой здесь классный, стильный ремешок. И ее, эту сумку, можно носить вот таким образом, как сейчас на мне. Или... Та-дам! Вот. Они, кстати, доставляют во многие города России. И если данная модель, которая вас интересует, есть в Москве, у них на складе, то они доставят буквально сразу. Я оставлю все подробности внизу. И также промокод на скидку, Ося, он дает вам 10% скидки на все модели. У них там много разнообразных. Есть и базовые, и те, которые я показываю. Дорожная сумка у меня есть. Очень классная, удобная. Значит, эта сумочка, как видите, может быть поясной. Или ее можно надевать так, как сейчас на мне. В общем, видите, что я комбинирую по-разному. И она очень вместительная. Мне сегодня много всего нужно с собой. И, видите, все без проблем поместилось. Есть большое отделение внутри кармашки, но есть и карман снаружи, и еще один очень большой на замке. Это очень удобно. И сегодня я буду выглядеть вот так. Иду на прогулку с Микой, и дальше уже еду завести документы свои несчастные. Возможно, вы заметили, что я немножко по-другому разговаривала. В этом влоге, и могу иногда шепелявить по той причине, что мне сделали мини-операцию. К сожалению, все не так просто, как мне казалось с этой коронкой, с этими зубами. Спасибо большое за все ваши истории. Конечно, все индивидуально, но благодаря тому, что многие со мной поделились, я знала, на что больше обратить внимание. Я хотя бы, знаете, как прозрела, что меня может ждать в дальнейшем. И вообще, с чем связано удаление нервов. И вы не поверите, но я разговаривала со своей подругой, даже со своим братом. Многие реально не осведомлены, что это значит, когда тебе лечат каналы, когда тебе их там пломбируют, когда удаляют нерв. В общем, если вы все это в комплексе уже прошли, то будьте готовы к тому, что через пару лет, ну, в любом случае, в перспективе на будущее, то, что зуб когда-то начинает ломаться, потому что после удаления нерва, к сожалению, этот зуб не способен к жизни. То есть, он не получает нужного питания и так далее. То есть, это, по сути, мертвый зуб. И у меня есть еще один такой, поэтому я решила сразу поставить на него коронку, потому что я не хочу ждать, когда он у меня сломается. И сначала мне говорили, что удачно сломан зуб, а сейчас получилось, что не очень-то и удачно, потому что мне пришлось удалить, простите за подробности, если вы едите. В общем, мне удалили часть десны, ее перешили, как бы переформировали, и также часть кости. И, честно говоря, вчера я лежала таким пластом, что я думала, что это конец света, и невозможно было терпеть такую боль. И я была на очень сильных обезболивающих, которые мне, наверное, не очень подходили, потому что потом общее самочувствие и другие проблемы подъехали, поэтому я уже как-то перетерпела. И сегодня уже, слава богу, мне гораздо лучше. Ну, в общем, зубы – это тающая тема, и многие интересовались, где я лечу зубы. Я не могу вам кого-то советовать, потому что впервые сама столкнулась, но моя подруга рекомендовала мне клинику Чихонь. Это ее друг, и также некоторые девочки писали мне, что тоже довольна. Но потом еще одна моя зрительница сообщила мне, что как бы не очень их услуги. Но, честно говоря, таких цен на вообще даже чистку зубов хотя бы я не видела нигде. Я уже решила в одном месте все делать, потому что мне не нравился стоматолог в Польше. Ну, как не то, чтобы не самый обычный стоматолог в Польше, к которому я ходила. Ну, бывали там какие-то недочеты. Поэтому я уж решила не распыляться и заняться зубами в одном месте. Поэтому в этом месяце я пошу только на зубы, потому что цены, ну, если хотите, я могу сказать. То есть чистка зубов, пломба, две коронки, плюс вот эта мини-операция – это больше двух тысяч долларов. И, честно говоря, это очень сильно бьет по бюджету. Это незапланированные траты. Но я решила сделать раз, но хорошо. И мне остается только надеяться на то, что не просто гарантия сработает, то, что зубы будут стоять. И сейчас я не очень могу есть, но, во всяком случае, я могу разговаривать и вообще просто встать с кровати и почувствовать себя человеком. В такие моменты ты начинаешь ценить вот самое обычное, самое простое, что у тебя есть в жизни. И потом вы мне говорите, Оля, как ты спокойно реагируешь на потерю документов, на какие-то там эти самые мелочи жизни, я их так называю. Потому что это ничего серьезного, пока все живы-здоровы. Все остальное – это пыль. А когда дело начинает касаться здоровья, даже не зубовый коронок, а вообще в принципе каких-то более серьезных проблем, которые также в моей жизни были, если я о чем-то не говорю в каждом влоге, если я не освещаю то, что меня волнует там, что касается моих близких, это не значит, что этого в моей жизни нет. Но я все-таки стараюсь мыслить позитивно. И надеюсь, что мне получается транслировать какое-то такое позитивное восприятие своего мира. Я делюсь частью того, с чем я сталкиваюсь, но я все же стараюсь не унывать и как-то преодолевать это все с меньшими потерями нервов. Но это не значит, что я не переживаю по поводу чего-то. Все разрешаемо, что не касается здоровья, а зубы я все-таки поремонтирую. Сейчас я не могу улыбаться сильно, потому что у меня видна швы. То есть нитки, мне наложили еще два шва и нитки снаружи. Вот поэтому я и по-другому разговариваю, и по-другому, может, улыбаюсь или стараюсь меньше улыбаться, чтобы это не было так заметно, потому что, ну, выглядит забавно. Кто не знает, может так, типа, сказать ей или не сказать, что что-то в зубах. В общем, сегодня тут какой-то такой необычный блок, необычные дни для меня. Раньше я с таким не сталкивалась. И дай бог, чтобы это долго меня еще не касалось. В принципе, никого. Так что здоровья и крепких зубов вам. А я поехала. Будем печь супер вкусный пирог, который я вам обещала. Что нам понадобится? Мука, растительное масло, йогурт. Советую взять более густой. Сок из одного лимона. Сахар. У меня коричневый, но я думаю, что без разницы. Можно взять тот, который у вас есть. Яйца. Две штучки. Я все нужные пропорции напишу в инфобоксе. Сода, разрыхлитель, ванилька. У меня ванильный сахар. И это все. Поехали готовить. Я буду показывать, в какой последовательности все добавляю. Готовлю в термомиксе. Это рецепт именно оттуда. Тоже поделюсь с вами прямой ссылочкой. Мика пьет воду. Прибежала тут готовить со мной. Вот. Ну, а если его нет, то без проблем. Просто смешиваем все миксером, например. Или блендером со специальной насадкой. Я имею в виду вот такой. Ну, и, конечно же, фрукты или ягоды. У меня это снова будут сливы. Вы можете взять хоть яблоки, хоть груши. Да, Микося? Вот это у меня помощь. Или, ну, все, что у вас есть под рукой. Ну, так как сейчас сезон слив, то я очень советую попробовать. Или можете смешивать разные. Ну, а пока будем заниматься тестом. Разогреваем духовку до 170 градусов. И ставим обычный режим подогрев снизу и сверху. Яйца. Йогурт. Все кладу в одну миску. Прилично растительного масла. Именно благодаря этому наш пирог будет таким влажным внутри после выпечки. Лимонный сок. Перемешиваем. Теперь идет мука, сахар, а еще лучше сахарная пудра, ванилька, полторы ложечки разрыхлителя и тоже пол чайной ложки соды. Миксуем. Берем любую форму, выстилаем ее бумагой для выпечки. И еще, чтобы тесто не прилипало к бортикам, я смазала их сливочным маслом и посыпала панировочными сухарями. Можно также использовать манку. Теперь выкладываем тесто. Этот пирог всегда получается, как вы можете слышать, у нас сейчас гости. Поэтому нужно по-быстрому его сообразить. Немножечко распределите его по всей форме. Оно еще будет подниматься, поэтому слишком низкую форму не берите. Ну и слишком большую тоже, чтобы оно не разлезлось. И выкладываем фрукты. У меня соседские сливы, и, к сожалению, в них совершенно не хотела отделяться косточка. Но поверьте мне, что вкус от этого вообще не меняется. Вы попробуете этот пирог и будете готовить постоянно, потому что очень-очень вкусно. Готово. Выпекаем 50-60 минут. В доме стоит божественный аромат. Обязательно попробуйте, потому что рецепт по-детски простой, но он обязательно станет одним из ваших самых любимых. У нас с вами распаковка длиной в целый влог. Но поверьте мне, что то, что я показываю, реально стоит вашего внимания. Это тоже рюкзачок Милскарта. Вы только посмотрите, какой он качественный, какие здесь детали, и вообще, насколько это стильная вещь. Вот гляньте, какой цвет. И вообще, все ручки, замки. Посмотрите, как аккуратненько. Между прочим, у них есть очень удобная опция доставки курьером до двери. В 90% городов России вы можете примерить, и если вдруг, не знаю, там цвет не такой, как вы хотели, или что-то еще, вы можете тут же вернуть. Но я думаю, что для возврата не будет никаких причин. И сейчас покажу вам, с чем я собираюсь носить этот рюкзачок. Раньше, когда дети были маленькими, я постоянно носила с собой памперсы. Но салфетки для нас все еще актуальны. То какую-то кофточку с собой взять, когда более прохладно может встать. Воду беру с собой. Поэтому для меня это, знаете, такая вещь и в первый мир, во всякие поездки. И мне нравится, что он не слишком большой, но не слишком маленький. Как раз оптимальный размер. И вот эта ручка тоже пригождается часто. Насыщенный, такой богатый винный цвет. Всегда смотрится очень благородно. Рюкзачок очень вместительный, стильный. Я всегда, например, в горы, куда-то в город с детьми, когда катаемся на велосипедах, всегда беру с собой рюкзачок. Даже когда я ездила в больницу с Игнатом, у меня тоже был рюкзак. Потому что обычно еще что-то там или кого-то, не дай бог, несешь в руках. Вот. И поэтому для меня это просто незаменимая вещь. Я немножечко была в шоке, потому что в связи с этой ситуацией, с пандемией, да, нельзя приезжать проведывать мальчика в лагерь. И можно всего лишь два раза за неделю позвонить, и то в определенные часы. И нам каждый день отправляют фотографии. Также можно позвонить там воспитателю, спросить, как они. Я переживала за Игнашика, потому что он там самый маленький. И вообще, знаете, как одеться по погоде, проследить, чтобы он вечером там все поделал, чтобы он спал и не было никаких приключений. Но вообще как-то физически он все-таки более слабый, чем все остальные, потому что там были дети разного возраста. Но насколько же я была удивлена, когда позвонила, и Игнат с таким восторгом рассказывал о том, чем они там занимаются. Они и скалолазанием занимаются, и костер они разжигали, жарили колбаски, и рисуют, и на ночь им также читают сказки, и также они ходили в поход, потом они какие-то там искали скарпы, как это по-русски, сокровища, вот слово, которое вообще практически никогда не употребляю. Сокровища вспомнила, все не так плохо. И еще кучу-кучу всего делают, они настолько загружены разными там активностями, что, в принципе, у них нет времени скучать за родителями. Но потом, когда Захар взял трубку, то у него был такой дрожащий голос. Я говорю, я тобой невероятно горжусь, что ты туда поехал, что не переживай, мы обязательно тебя заберем, что я еще позвоню, что я смотрю все твои фотографии. И спят они в таких, по-польски это называется барак, но это типа какие-то такие летние домики, и также у них там спальные мешки. Игната это очень поразило, Захар как-то скромно рассказал о своих впечатлениях, и потом в конце сказал, что мама, я хочу, чтобы вы меня забрали как можно скорее. Но воспитатель потом говорила, что большинство детей попросили родителей, чтобы их забрали домой. Но, наверное, это, не знаю, сложно сказать, хорошо это или плохо, потому что не хочется его заставлять, но Томак настоял на том, чтобы он все-таки остался в лагере, а у меня сердечко мамы просто сразу, так сказать, начало трещать по швам, все, я лечу на крыльях любви за ребенком. Но дети еще те манипуляторы, но не хочется, знаете, заставлять как бы детей, чтобы они потом имели такую обратную реакцию, да, что я больше никогда не поеду в лагерь и так далее. И для детей очень важна физическая активность, тем более это именно классное занятие. Это не просто там сидеть с детьми и пережидать целый месяц каникул, да, потому что для работающих родителей это то еще испытание, когда детей некуда деть. И нам это предстоит на целых два месяца каждое лето, вот. Не знаю, что мы будем делать, возможно, они будут ездить на какое-то время к моей маме в Украину. И еще-еще что-то хотела сказать. А, Игнат тоже говорит, мама, ты представляешь, у нас душ, и я моюсь сам, все сам делаю. Для детей это такие, знаете, приключения интересные. Но время летит быстро, и уже завтра мы едем за мальчиками. Мама, прости, мне стало слишком интересно, зачем ты там гонялась. Мама смотрит все мои влоги, и она загорелась этим платьем, говорит, померила в магазине, пока несколько дней думала, уже везде распродано. На мне сейчас размер S, и это платье, в принципе, должно быть очень свободным, но на меня оно явно великое. Я уже представляю, насколько стильно в нем будет смотреться моя мама. Платье действительно интересное, можно носить и как тунику. Видите, оно свободненькое, но здесь такая деталь в виде банта, и тоже есть разрезы. И я бы надевала это платье именно с какой-то более грубой обувью. Вопрос в том, как бы села XS, хотя XS в этом случае очень даже относительный размер, потому что я думаю, что если вы носите S, то можно спокойно брать XS, если ML, то S, как видите, вот моя мама заказала. Так что сегодня я все спакую и потопаю на почту, чтобы мама успела поносить эти вещи еще этим летом и в начале осени. Пойдем посмотрим, что наделала Мика за время моего отсутствия. Микуся! Че моя лобка? Стоп, стоп, стоп! Мика, не грызи! Не кусай меня! Мама тебя держит, да? О, ты так милая, когда тебя так встречает с такой радостью, безусловной. И что ты тут нахозяйничала? Ты спала или ты грызла палочку, которую я тебе оставила? Походу ребенок спал, потому что даже ее любимые подушки пока что на месте. Так, тебе надо все. Вы просили больше Мики? Я закупилась продуктами. Да, Микуся пьет. Вот, я не знаю, как вам, но мне очень интересно рассматривать, кто что покупает из еды. Но, во-первых, я приобрела приправы. Очень люблю розмарин и кинзу. Кинзу я обычно ем с авокадо. Не совсем планировала ехать в Лидл. Аж самой как-то непривычно покупать пластиковые пакеты. Лосось. Хочу завтра сделать бутерброды с лососем и с авокадо. Так, это я от Мики запрятала тапки для малышни. Они очень любят, особенно Захар. Утром всегда надевает, и они выросли из своих. Так что взяла дракош Захарки и для Игната Акулы. Ванильный йогурт для детей. Со всякими фруктовыми добавками они не любят. А этот отлично. А это за потраченные деньги собираешь наклейки, и можно то книгу получить, то еще что-то. В этот раз были копилки. Сейчас откроем, посмотрим, что это. Для Микуси. Я посмотрела по составу, ничего плохого здесь нет. И она любит выедать, вылизывать это все из игрушек специальных. Зеленые оливки с миндалем. Мне сейчас вообще нельзя орешков, но оливки мы любим всей семьей. Помимо Захара он их не переносит. Авокадо сразу такие спелые, две штучки. Это сорт Хас. Больше всего мне нравится. Мой счет. Вроде ничего не купила, а заплатила 50 евро. Капец. Еще одна штучка для Мики. Это типа как салтисон, что-то в этом духе. И нарезаем такими кусочками. Я когда обучаю ее, тоже часто с собой беру. Все. Лапа. Проконтролировать все срочно нужно. Так, бекон очень пахнет. Томак и мальчики любят поджаренный бекон. Взяла, сделаем яичницу. Как раз Томак завтра работает из дома. Ой, это конечно ужас ужасный. Но иногда беру на всякие случаи, потому что дети послезавтра возвращаются. И вдруг получится так, что у нас не будет никакого хлеба. Взяла вот такой для тостов. Зеленый лучок. Подсолнечное масло. Понравились мне такие маленькие книжечки. Я не люблю читать детям с телефоном. Поэтому такой удобный формат. Взяла всякие поездки. Даже просто в машине почитать с ними. Сыр голда. Больше всего мне нравится по вкусу. Тоже для детей. Для горячих бутербродов. Всегда у нас есть. Так, а что это я взяла? Я же крутила, вертела в руках другие. Потом посмотрела на срок годности и взяла эти. Там были прям вообще на 99% из мяса. Но эти тоже по составу хорошие. Без всяких там вредностей. Наши дети очень любят сосиски. Кокосовое молоко. Хочу сделать суп из тыквы. И также пудинг чья. Орегано у меня закончилось. Не могу ждать из Айхерп. Поэтому взяла в пакетике. Салями. Игнат у нас просто фанат салями. Редко покупаю фрукты и овощи. Где-то в супермаркетах. Но написано было, что это польская голубика. Взяла такую немаленькую упаковочку для каши, для пудинга чья. И люблю к творожку добавлять. Цукини. Мы очень любим оладьи из цукини. В ближайшие дни буду готовить. Огурцы. Написано, что тоже польские. Из грядок. Греческий йогурт. Часто использую вместо сметаны. Но сейчас планирую спечь пирог, о котором я вам говорила. И там как раз надо густой йогурт. Молоко. И мука. И это все, что я купила. Очень вкусно, Микуси. Очень вкусно. Она приехала из Хорватии и теперь ест завтрак, обед и ужин. А там она вообще не хотела есть. Слишком жарко. И вот такая копилочка. Томаку поставлю на мелочь при входе. Пусть собирает на машину. Хочет, пусть начинает откладывать. У нас с Томаком сегодня последний вечер без детей. С нами только Мика. Завтра в 8 часов утра их нужно забрать. И по этому поводу я решила нарядиться вечером. Даже наделала каблуки и накрасила красную помаду. Потому что мы сейчас едем на ужин. И на небольшой коктейль. Прогуляемся и обратно домой. По поводу своей обуви я еще не уверена. Маленькое черное платье это всегда беспроигрышный вариант, как мне кажется. И на моей фигуре красивее смотрятся те, которые с тонкими бретелями. О, Томак приехал с пляжа. Вот, как раз его ждала. И я беру еще сумочку тоже Милл с картом. Я вам рассказывала, что эти модели есть в нескольких цветах. И когда меня спросили, Оль, какая нравится тебе? Я говорю, заверните все. Мне все они нравятся. Мне сложно выбрать. И красная, и белая. Спасибо огромное за то, что теперь у меня есть две вот такие малышки. Она точно так же трансформируется, как и ее белая сестра. Очень добротное качество. И я в восторге, честное слово. И на ногах, как я уже упоминала, у меня обычные классические босоножки на таком каблуке, что... Я не знаю, как я собралась гулять. Ну, хотя бы так покрасуюсь. И если надо будет, то возьму, может, даже и сменную обувь. И дабы не замерзнуть, я на всякий случай возьму с собой рубашку. Это мое новое приобретение. Захотелось чего-то прям, видите, с характером. Это рубашка с такой бахармой. Скоро покажу вам в покупках на осень. Или какое-то видео типа осенний гардероб, что-то такое. Планируется в сентябре. И в таком сочетании с классическим платьем, с вот такой сумочкой. Мне кажется, что это необычный для меня вариант, но для разнообразия, под настроение можно по-разному носить все вещи по отдельности. И теперь я переобуюсь на самом деле в кеды, пойду выгуливаю мигу, чтобы потом в городе не пришлось бегать и решать все эти собачьи дела. Ну, а дальше едем. Главное, накрасилась помадой и забыла о том, что лучше сейчас не привлекать внимание к зубам. Ну, я в своем репертуаре. На этом мы с вами будем прощаться. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне всегда приятно ваша обратная реакция и обратная связь. Мы с вами прощаемся ненадолго. Завтра планирую снимать для вас мои сборы на роспись. Еще не уверена, что мы пойдем на свадьбу. Но обязательно поедем поздравить наших родственников. Все, пока-пока. Целую, обнимаю. И до новых встреч уже через несколько дней. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok